Здравствуйте! На канале Экзогет мы отвечаем на ваши вопросы. Сегодня у нас вопрос о скорбях. Почему одних людей скорби приводят к Богу, а других ожесточают и озлобляют? Ну, действительно, по православному вероучению скорби — это путь человека, христианина, последователя Христа. Сам Господь наш Иисус Христос в Евангелии говорит о том, что «в мире скорбны будете». А апостол Лука в книге «Деяний» говорит, что «многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Вообще, святоотические поучения наполнены всевозможными мудрыми мыслями и утешающими нас словами о том, что действительно скорби являются необходимой и важной частью нашей христианской жизни, поскольку, как пишет апостол Павел в послании к римлянам, от скорби происходит терпение, от терпения — опытность, от опытности — надежда, а надежда не постыжает. Если совсем по-простому, то что такое скорбь? Скорбь — это когда всё пошло... Я сейчас даже не говорю про настоящее горе, про ситуацию, которая является для человека даже более чем стрессовой. Скорбь может быть вызвана и в большинстве случаев вызывается ситуациями, когда всё пошло не по нашему плану. Всё не так, как мы хотели, всё не так, как мы планировали, и мы испытываем скорбь. Это такое красивое славянское слово, но скорбь мы всегда скорбим, когда вот что-то не получилось. Например, я планировал сегодня, не знаю, прийти в 7 часов вечера спокойно поужинать, а пробки на дорогах задержали меня на целый час, а ужин подгорел. То есть даже какие-то простейшие вещи, которые выбивают нас из наших ожиданий, они приводят к скорбям. Можно ещё по-другому их назвать ещё не менее красивым славянским словом — страдания. Практически все восточные религии, не христианские, не монотеистические, как раз учат о том, что скорби и страдания являются следствием неисполнения наших желаний. Поэтому давайте не будем ничего хотеть. Давайте будем полностью бороться со своими желаниями, как следствие вообще с самими собой. Это, конечно, не христианский путь, но вот это такое общечеловеческое понимание, что источником скорбей являются наши неудовлетворённые желания. Отсюда и понятно, что если человек смиряется, если человек переосмысливает свои желания, если он начинает правильно и адекватно понимать свою роль в этом мире, свои задачи, свои цели, если он научается, как пишет апостол Павел, терпеть, от скорби происходит терпение, то он становится опытней, потому что от терпения, как пишет апостол, рождается опытность. И от опытности надежда. А надежда не постыжает. Вот такой как бы магистральный путь христианина. Но на каждом из этих этапов мы можем, что называется, сорваться. И не только не прийти ближе к Богу, а ожесточиться, впасть в ропот, впасть в уныние, вплоть до полного отхождения от Бога до неверия. А для некоторых людей и подобные собственные устроения души, отношение к скорбям порождает прямой бунт против Бога или богоборчества. Потому что, смотрите, что пишет апостол, скорби нужно терпеть. А если я не могу терпеть, или если я не хочу терпеть, если я та самая Баба-Яга, которая против, то вместо терпения и опытности в моей душе рождается бунт. И, в принципе, любой человек, любой, тут без исключения, поскольку после грехопадения мы стали удобно склонны к греху, каждый раз, когда что-то идет не по-нашему, у нас появляется раздражение. Самые духовно опытные люди все равно испытывают прелоги возмущения, раздражения, уныния, ропота. Нет людей, которые были бы изъяты из этого нашего душевного устроения. Но та самая опытность, о которой говорит апостол, это как раз распознание этих прилогов, распознание этих помыслов, борьба с ними, молитва, полагание на волю Божью. И таким образом человек действительно растет от силы в силу. Если же мы говорим о неверующих людях, которые ничего не слышали про апостола и которые вовсе никуда не собирались ни роптать на Бога, ни наоборот идти к Нему, они вообще существовали в какой-то параллельной реальности, как часто люди существуют, то скорби, особенно серьезные скорби, когда мы уже можем говорить о настоящих страданиях или о горе, они, по сути дела, выбивают из-под человека опору. Человек находится в растерянности, человек находится в страданиях. И он, естественным образом, эту надежду, опору и любовь ищет. И многие люди действительно находят ее в Боге. Такой вот магистральный путь, некоторые даже утверждают, что, я не берусь об этом судить столь категорично, но есть люди, утверждающие, что большинство людей приходит к Богу именно через скорби. Может быть, это и так, особенно в тяжелые времена. Ну, не случайно говорят, что там на войне атеистов не бывает, например. Действительно, когда человек... Мы сейчас видим массовые крещения людей, отправляющиеся в зону военных действий, не крещенных до этого. То есть человек перед лицом смерти, перед лицом испытаний, перед лицом страданий задумывается о смысле жизни, и у него есть шанс и возможность понять, почувствовать, ощутить в своей жизни Бога, его присутствие, его план, испытать ту самую надежду, которая не постыжает. Но не для всех. Потому что Господь — это все-таки не магия. И, вы знаете, тут вот старое и древнее высказывание, приписываемое одному из главарей корсиканской мафии, как он относился к Богу и как невыполненные желания повлияли на выбор его дальнейшего пути. Он сказал, когда я был маленький, я попросил у Бога велосипед. И Бог не дал мне велосипед. Тогда я украл велосипед и понял, что это работает иначе. То есть гордые люди, сильные люди не готовы смиряться перед Богом. Они не готовы принимать то, что Бог не обязательно исполняет их желания. Потому что мы действительно понимаем, что сейчас все будут молиться о том, чтобы их родные и близкие вернулись с войны живыми и здоровыми. Но вернутся не все. Кто-то будет болен, кто-то будет ранен, кто-то будет покалечен. И это может вызвать сострадание, любовь, желание что-то сделать, хорошее, доброе, помочь. А может вызвать ропот и озлобление. Желание украсть тот самый велосипед у Бога или у судьбы. И вообще нет никакого Бога, потому что я так страдал, я так просил, или я так надеялся, или надеялась, и я не получил. Вы мне обещали. И действительно, мы слышим это иногда, что многие священники обещают. Ты попроси Бога, и Он обязательно даст. Люди надеются, что это будет работать, как вот такая магия, как некая волшебная таблетка. А это работает немножко по-другому. И даже есть такие замечательные высказывания, что если ты просишь у Бога победу, ты просишь саму победу или возможность победить. Если ты просишь у Бога силы, ты просишь силу или возможность приобрести и проявить эту силу. Бог по-другому работает. Он посылает нам те самые возможности стать сильнее, стать мудрее, стать лучше, стать чище. Он не решает за нас наши проблемы. И поэтому действительно вот такая развилка. Либо ты принимаешь то, как Бог говорит с тобой, либо ты начинаешь озлобляться, бунтовать, роптать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok